Радуйся, Божия, разума исполненный! Радуйся, благодати Духа Святаго приосененный! Радуйся нищеты Христовой, подражателю, радуйся пастырю доброй! Святитель Лука Крымский Валентин Войно-Ясенецкий – удивительная личность в православной истории. Будучи гениальным хирургом и медицинским исследователем, он в то же время преданно служил Господу и в своих ежедневных трудах смог примирить религию и науку. Лука в переводе на русский язык означает «рожденный при восходе солнца», то есть «воссиявший». Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, так звали его в миру, до монашества. С детства воспитывался в семье смешанной, его отец был католик, а мама была православной, но он воспитывался в православном духе и был приучен к церковной жизни с самого своего детства. Полвека назад наука и религия считались не то что несовместимыми, взаимоисключающими, а сегодня становится понятно, что они дополняют друг друга. Святитель говорил об этом всю свою жизнь. Он считал, что врач без веры не может вылечить ни душу, ни тело. До принятия монашества Войно-Ясенецкий был женат, у него было четверо детей. Его жена рано умерла по попущению Божьему и он решил посвятить себя только Богу и Ему одному. Но какой ценой? Ценой исповедничества. Ценой исповедничества в самые богоборческие годы. Учить студентов на кафедре в медицинском институте в Рясе с по ноге и на шее было практически фантастика. Это было невозможно, но это факт. Такие люди, как святитель Лука, были совершенно несгибаемы. Кто бы ни пытался их сломать, кто бы ни пытался преклонить их головы перед безбожничеством, перед богоборческой властью, такие люди и святитель Лука среди них никогда не ломались. Святой был канонизирован не так давно, в 1995 году. Но его почитание началось задолго до вступления в сон христианских святых. Еще во время своей земной жизни Лука прославился как великий чудотворец. Его биография – сплошные лишения во имя помощи людям. Чтобы избавлять их от страданий, Валентин Феликсович еще в юности пожертвовал своей мечтой. С детства Валентин очень любил рисование. И это тот самый дар, который и призвал его, как ни странно, именно к медицине, к врачевству. С любовью перерисовывая кости, мышцы, сложное устроение человека, богом сотворенное, он все больше интересовался медициной. И когда перед ним стал выбор профессии, он понял, что художник не может в полной мере помогать людям. И потому решил стать врачом. Врачом и душ, и тел человеческих. В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от анестезии, либо от операции вовсе. Валентин Феликсович был очень талантливым хирургом. И святитель Тихон, патриарх Московский и всей Руси, ныне канонизированный, прославленный в реке святых угодников Божиих, благословил ему совместить его хирургические труды со священством. И будущий святитель Лука исцелял и духовно, и телесно людей, от которых отказывалась медицина тех времен. Это был человек, который умудрялся делать операцию на глазах перочинным ножом, будучи в ссылке. Он стал священником в те времена, когда их расстреливали так часто, что подсчет жертв продолжается до сих пор. Будущий святитель, наверное, даже не подозревал, какие жуткие гонения и притеснения ему придется претерпеть за имя Христова. В общей сложности, только в ссылках, святитель Лука был 11 лет. Тем не менее, это был человек, который в сталинские безбожные, богоборческие, антицерковные времена смог получить сталинскую премию. Премию за заслуги перед Отечеством в научной области. Архиепископ Лука всю жизнь был чуток чужим бедам. Большую часть своей сталинской премии он пожертвовал детям, пострадавшим от последствий войны. Устраивал обеды для бедных. Ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям, лишенным возможности зарабатывать на хлеб. Он говорил, главное в жизни делать добро. Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое. Проводя операции в сложных условиях, иногда под пулями, иногда во время боевых действий, ничего и никого никогда не боялся. Исповедовал имя Христова и исполнял Евангелие образом своей жизни. Все даже самые неверующие люди, видя его, размягчались сердцами. Они видели, что этот человек действительно христианин и на деле исполняет заповеди Божии. В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой с заключенными и получал в ответ доброе отношение даже от петых воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли. В начале Великой Отечественной войны епископ Лука послал телеграмму Михаилу Калинину с просьбой прервать очередную ссылку и направить его для работы в госпиталь на фронте или в тылу, обещая отбыть наказание после окончания войны. Сыльный профессор и епископ был назначен главным хирургом Эвака госпиталя в Красноярске, а позже консультантом всех красноярских госпиталей. Раненые офицеры и солдаты очень любили хирурга. Когда он обходил палаты, они радостно приветствовали его. Некоторые пациенты, безуспешно оперированные в других госпиталях, были излечены им и салютовали высоко поднятыми прямыми ногами, спасенными от ампутации. Была такая известная ситуация, когда к святителю Луке подошли члены коммунистической партии и с ерничеством спросили, что как же так, ваше высокопреосвященство? Наши ученые уже изучают космос, а вот Бога там до сих пор так и не видели. Тогда святитель Лука ответил им, что он много раз в жизни делал трепанацию черепа, а вот ума там тоже не нашел. Больше последующих вопросов уже последовать не могло. Святитель Лука любил людей, спасал безнадежных больных. О нем говорили, возвращает к жизни даже мертвых. Желание облегчить страдания людей привело к созданию трудов, востребованных по сей день. До последних дней своей земной жизни святитель Лука был ревнителем канонов церкви христианского благочестия. Он был очень дисциплинированным и в своей епархии, вверенной ему, он старался держаться всех церковных традиций. Был очень строгим со священниками, был очень строгим с мирянами. Но и священство миряне любили его за справедливость и за образ Христов, который он в себе проявлял. Сегодня в своих молитвах к святому обращаются представители медицинских профессий, особенно хирурги, над которыми святитель взял небесное покровительство. Молятся ему и люди, обремененные различными недугами. Те, кто ожидает операции или уже утратил надежду на помощь врачей. Он очень помогает людям. Мы его очень любим, чтим, читаем, кафисты его. Святой Лука – это человек, которому не зря поклоняются многие медики. Я считаю, что его икона должна быть во всех медицинских учреждениях, потому что это человек, который при жизни творил чудеса, просто чудеса. И сегодня вот к нему обращаются, вот у меня муж ждет операцию тяжелую, и мы постоянно ему молимся, постоянно его просим о помощи, и очень надеемся и верим, что он нам поможет. Это и не только врач, и духовный наставник, молитвенник за нас, за нас прежде всего. Вот, мы просим помощи его, духовных сил. Очень много поздравил, он загладил, да, и очень много нам хорошего сделал. Он написал учебник, книжку «Детские болезни», да. Ну вот, его Сталин за это наградил. А потом, вот, без конца его арестовывали, мучили вот так, да. Ну, как ему не поклониться? Ведь он же за всю нашу Россию молится, чтобы у нас мир был, чтобы покой был. И за Украину, чтобы там мир, покой, наконец-то. И за весь мир они молятся. Они выше к Богу, они светлее, они поднялись своей жизнью, своей энергией. Поэтому мы пришли ему поклониться, чтобы он за нас помолился. И о здоровье нашем, и о жизни нашей, и о нашей стране главное, и о нашей земле. Чтобы не было войн. До последних дней своей жизни Лука военный Сенецкий осуществлял свое архипастерское служение. Будучи полностью слепым, он продолжал окромлять души людей, которые видели телесными глазами. Но он продолжал лечить их души от духовной слепоты. В 11 июня 1961 года святитель Лука мирно приставился ко Господу, претерпев жуткие гонения на своем земном пути за имя Христова, но претерпев до конца, до победного конца, прославляя Господа и Бога своего, Иисуса Христа. Святой Лука любил Христа и людей. Он служил образу Божьему, человеку, и в особенности страдающему. Служил с невероятной любовью и самоотверженностью. Святитель Лука считал лечение больных величайшим делом, которое есть подражание самому Христу. Святитель Лука Святитель Лука Святитель Лука Святитель Лука Святитель Лука Святитель Лука Святитель Лука